Всем привет, с вами Лена Астасевич. Я как-то побывала в Испании, и там просто на каждом шагу, на каждом углу продавалось это замечательное пирожное печенье с различными начинками, с сгущенкой, с шоколадом, с белым шоколадом, с карамелью. Я долго не могла узнать его название, но вот однажды в интернете наткнулась и обнаружила, что это печенье называется Чурос. Оно очень вкусное и очень просто, легко готовится. Нам понадобятся вот такие продукты. 250 мл воды, 110 г сливочного масла, 150 г муки, 3 яйца, сахар 1 столовая ложка, плюс 50 г сахара, смешанного вместе с 1 столовой ложкой корицы. В этой смеси мы будем обваливать наши готовые Чурос. Для начала растопим сливочное масло вместе с водой на небольшом огне. Добавим щепотку соли. Если у вас электрическая плита, ее сейчас уже можно выключать. Если газовая, то делаем очень-очень маленький огонь и добавляем муку. И быстро-быстро перемешиваем силиконовой лопаткой, либо вот деревянной ложкой. Сначала тесто вот так вот оно будет таким комком, но в итоге оно соберется у нас в один такой эластичный гладкий комок и будет легко отлипать от стенок. Сейчас вы все увидите. Только мешать нужно довольно интенсивно, чтобы у нас не пригорала наша масса. И мешаем наше тесто около 2 минут. После того, как мы размешали, нужно дать тесту охладиться. Наше тесто постояло 5 минут, но, как видите, оно еще очень горячее. Поэтому мы добавляем по одному яйца и очень быстро и хорошо перемешиваем. И в самом конце добавляем нашу столовую ложку сахара. Вот уже вы видите, какое тесто у нас должно получиться в итоге. Видите, оно не жидкое, оно не такое жидкое, как на обычные эклеры. За счет того, что в чурос муки добавляется больше, и делаем мы их в виде таких узеньких полосочек тоненьких, они получаются внутри не пустые, а заполненные тестом. В отличие от эклеров, которые внутри полые. Вот смотрите, такое тесто у нас получается. Вот такое густое. Сейчас мы это тесто перекладываем в кондитерский мешок. Удобнее всего воспользоваться именно мешком. Я беру кондитерский мешок вот с такой моей любимой насадкой «Большая звезда». Помещаем ее в бокал или в чашку. И наполняем. Застилаем противень пергаментом и начинаем выдавливать наши пирожные. Делаем их узенькие, примерно по 2 см по ширине, а по длине около 10 см. И также оставляем расстояние между ними. Отсаживаем пирожное, а хвостик обрезаем ножиком, чтобы у нас были ровненькие печеньки, пироженки наши. Пока наши чуросы не готовы, выпекаются, давайте приготовим один из соусов. Это карамель. Итак, для карамели нам нужно 100 грамм сливок жирных. В принципе, можно взять и даже 20% сливки. От 20% сливок 100 грамм. Сахара тоже 100 грамм. И 25-30 грамм сливочного масла. Итак, нам нужно будет взять 2 кастрюльки и включить 2 комфорки. В одну кастрюльку мы наливаем наши сливки. Высыпаем сахар. Сахар сначала не мешаем, а дадим ему немножко расплавиться. То есть, видите, по краям он становится уже таким желтеньким и начинает таять. Теперь выключаем огонь. Если у вас электрическая плита, как у меня, огонь выключаем. Если газовая, делаем просто маленький огонь. И перемешиваем. Видите, получается у нас вот такая карамель. Нам нужно еще ее подержать на горячей плите или на маленьком огне около минутки, чтобы полностью у нас сахар растворился. Вот, смотрите, карамель уже у нас становится вот такого янтарного цвета. Можно еще чуть-чуть подержать, чтобы она еще стала потемнее, но не передержите, чтобы у нас сахар просто-напросто не сгорел. Тогда будет вообще не то, что нам нужно. И вливаем наши горячие сливки тонкой струйкой, быстро-быстро перемешиваем. Вот, посмотрите, какая у нас получилась карамель. Из-за того, чтобы мы влили горячие сливки, у нас сахар не свернул, ну, не свернулся, то есть не затвердел, потому что, если бы вы добавили сливки холодные, как я уже когда-то сделал один раз, теперь я это знаю, вот, то сахар сразу бы закаменел, и у нас был бы просто комок сахара вместо карамели. Вот, а так у нас получилась вот такая вот жидкая масса, которая нам нужна. И добавляем сюда кусочки сливочного масла. И переливаем готовую карамель в баночку для хранения или в вазочку. Когда карамель постоит, еще больше остынет, она станет еще более густой. Если вы хотите получить более жидкую карамель, которую можно использовать в качестве топпинга, к мороженому, например, либо каким-то другим десертом, то вам необходимо добавить сливок побольше. То есть, количеством сливок регулируете состояние и консистенцию карамели. Готовую карамель можно хранить в холодильнике около двух недель. Вот наши чуросы после духовки. Теперь, пока они горячие, нам нужно быстренько, пока они не остыли, пока они такие жирненькие, обвалять их в смеси с сахарой с корицей. Только аккуратно, не обожгитесь. И выкладываем их назад на противень, чтобы сахар у нас как бы немножко расплавился и карамелизировался и покрыл наши печеньки таким слоем тоненьким. Когда печенье немного остынет, мы перекладываем нашу подготовленную вторую партию и выпекаем аналогичным образом. А пока наши чуросы выпекаются, приготовим для них глазурь. Карамель мы уже приготовили, а теперь давайте просто растопим наш шоколад. У меня это горький шоколад от 65% жирности и обычный белый шоколад. Также я взяла 80 мл жирных сливок. Шоколада у нас по 50 грамм. В горький я добавлю 50 мл сливок, а в белый я добавлю 30 мл. И нам нужно эти сливки довести до кипения в микроволновке. Академия посмотрите какие обалденные классные печеньки у нас получились сверху покрыты сахаром с корицей это просто непередаваемый аромат на кухне хрустящая корочка а внутри мягкая серединка это просто объедение также это печенье можно наполнять внутри просто проделывайте в нем отверстие и добавляете начинку я же буду просто обмакивать в шоколад и карамель это очень быстрая и легкая выпечка я думаю что оно получится у всех когда приготовите напишите в комментариях ваши впечатления я думаю что вы будете просто в восторге я надеюсь этот рецепт был вам полезен если это так подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами была лена стасевич пока пока